Баба Сандарши, например, мы сидим на Сатсанге сейчас. И к нам вдруг врывается большой сбешенный слон. И какое же правильное отношение к медитации, не совсем уловилый вопрос, тоже слышно. Что делать в этом случае, и как относиться? Нет никакой ответственности. Это зависит от вашей ситуации, вашей ситуации, о чем вы чувствуете в то время. В связи от того, в каком вы состоянии, что вы чувствуете в этом состоянии. Возможно, вы сидите. Возможно, эллифант приходит, может, прибегает эллифт и слом. И вы уносит вас куда-то, убивает вас. Это может случиться. Другая вещь. У вас есть ум. Вы хотите обезопасить себя. И вы встаете и убегаете в безопасность. В этом моменте. Вы должны решить что-то, что происходит. И с тем, что я помню, это вопрос. Какой момент? В 1984. В 1984. Один премь-министр от Индраганди, что-то ночью, его гад, он убил. Он убил. Он убил. Он убил. Он убил. Он убил. Он убивает. antimulusи. Эту watch-мань гад он пощению в здании. Он убил. Он убил. Ахай в грамм и бомболин. Он убил. Он убил. Он убил. Он убил. Он убил. Я был baixo в регион RJ. Но он убил в punct Казани. Санна-Мария. Две месяцы. Всё это, это сами, там санна-Монгланды, живые санна-Монгланды, живые спускные, все какого-то Airbnb, белые элементы, воинанты люди, в 10-0, заходя в дом, в доме, убрали все, Безусы, беру деньги, занимания, убили, 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 убили. Я помню, как они, сардар, вооруженный, не ходили с руками, у них руками даже были фахи, и они сжигали, и они сжигали, какого-то человека, который бежал по дороге и горел. И они выйдет на планете. Я находился на стене и смотрел, что же происходит там в голову про бегущего, горящего человека. Мои родители приходились внутри, они были очень напуганы. Мой твой кричал, за один дом нашу тебя могут убить. Они не могут делать ничего для нас, мы приходим и закрываем дверь. Даже если мы закрываем дверь, они могут разрушить дверь. Они стоят дверь, они делают нас. Я стоял, я говорю, хорошо. Если существует, я не буду делать, я был готов. Если случится, случится. Если случится, то случится. Если не убьют, то убьют. Мопска началась в наш дом. Это тоже Сардар. Некоторые они даже не ходили к Сардару. Они просто убили. Они уже были на Сардаре, обычные грабители. Они не знают, что это Сардар или не Сардар. И они пришли. Они просто стоят перед дверью. И хотят открыть. Они стоят перед дверью. И они стоят перед дверью. Они смотрят на меня. У меня есть маленькая штука. Мало. Они смотрят на меня. У меня небольшая бородка. Мало. Они говорят, что это не Сардар. Яаасы одеть в оранжевую. А! В оранжевую руку? Они говорят, что это не Сардар. Это С Blessed". И они говорят, что это не С responsible. Они должны любить Р conavamate. Он Н недос Shlenai. Они вертут. И они сделали все, взяли все, что им нужно было. Это значит, если я пошел в мантре, испугался и зашел домой, то они бы не видели, что я сын или сын, когда я не мог ворваться от дома. Это момент, когда я видел эту акастасу, богатых умрет, богатых, потому что меня убьют, у меня небо не стра, ничего. Что случится? Это случится. Это не случится. Адже они могли бы сделать что-то. Они делали в этом районе, в этом районе, в этом районе. Только у нас есть 7-8 дома. Моя дома. Никто не грабит. Только потому что у меня было мало. И большая hair, и большая beard. Они сказали, что нет, мы не будем здесь. Они сказали, что нет, нет, мы не будем здесь. Хорошо, хорошо. Окей, не должно быть. Адже это должно быть. Это зависит от ситуации. Как я помню, вы тоже. Много лет назад. Мы сидели вот так. Вы сидели под кокосовым деревом. И вы сказали, что я очень боялся, что кокос может на него упасть. Может, кокос может на него упасть. Может, кокос может на него упасть. И что-то случилось. Кокос. Там висит кокос. В этот момент ты должен решить. Должен был решить, или оставаться в этом дереве, и ждать, что на него может упасть. Или от этой стороны. Но никто ему ничего не сказал. Может, ты идешь здесь, и там может случиться. Ты идешь к другому дереву, и другого дерева может случиться. И если нет, то ничего не случится. Если кокос может упасть, и не упасть. Но если что-то должно случиться, в этот момент никто и ничто не спасет тебя. А если какое-то чувство приходит вам в этот момент опасности? Вы сидите под кокосовым деревом, конечно на вас может упасть кокос. Может и нет. Вы можете быть побитым, может и нет. Все заставить, что вы чувствуете в этот момент. Если вы готовы, если вы готовы, то что случится. Потому что никто не может случиться, оставаться там. Если вы едете на скоте, то вы не знаете. Каждый год случается какой-то аварий. Каждый год случается аварий. Или у него 6 funds. У него нет еще тренировки. Но это не значит, что мы не едем на скотер. Кто-то может быть. И вы можете это сказать. Но это жизнь. Это же жизнь. Это же жизнь. Но если ситуация происходит. Если вы чувствуете, то вы хотите быть спасен, то вы прыгаете, а вы прыгаете. Если элефант в этом, то вы просто прыгаете. И если вы даете дать элефант, то вы прыгаете. Вы не можете идти. Но вы можете быть спасены. Это может происходить. Секретность, вы можете сделать. Но, что должно быть, быть готовым. Вы не знаете, что может происходить. Многие пациенты в хоспитале пытаются сказать, не умею, не умею. Эта медицина, эта доктор, эта доктор, эта хоспиталь. Но в время дает, все доктора не могут делать ничего. Никто не может делать ничего, но вы можете помочь, вылечить вас, но это ваша безопасность. Многие идут, но если у вас болезнь, то вы хотите вылечить, окей, save. Но будьте готовы. Если у вас болезнь, то вы хотите вылечить. Такая акцентность, это вероятность. Это вероятность. Однажды я должен быть верным. Может, это ваша доверия существования. Я рассказываю иногда историю. Я был в Крисхи-кесе в Бадринаде. Я лежал в одном храме. Никто в доме. Никто в доме. Я очень голоден. Кто-то пришел и дал мне едва. Два дня я не ел. Два дня нет едва. Два дня нет едва. Три дня почти. И только в тот момент я чувствовал себя голодным. Первое время я чувствовал себя настолько голодным. Первое время. И вот находясь в джунглях, я видела везде висящие чапати. Потому что... И не забывайте медитацию. Конечно, это нам не призывало медитацию. Какому медитировать, если я хочу кушать? Очень сложно. И вот... Появился мужчина нагрел. Я спросил, как ты здесь оказался? Спросил мне голоден, я сказал, да? Я очень голоден. Ну я могу тебе дать еды. Хорошо, дай мне, пожалуйста, дай. Если я не поем, я могу умереть. И я взял еду, поел. И вот я поел. Насытился. И все. Осталось хорошо. И конечно в эти несколько дней я даже забыл о випассане. Я могу уедать хлеб. Я могу уедать хлеб. Пожалуйста, дай мне кусочек хлеба. Дай мне хоть что-нибудь красивое. И вот это. И я просто ляг. И вдруг, после полчаса, несколько минут, я слышал какое-то шум. Я слышал какое-то шум. Когда я вижу, я просто открыл глаза, я вижу, я просто лягу вот так. и увидел, что на моем пальце ноги лежит змея, большая змея. И касается всего, что нашего кончика большого ноги. И вот я начал ждать смерти. И вот я думаю, вот она укусит меня, и как это я буду двигаться по моей моче. И я думаю, что она укусит меня, что я буду делать, что я буду делать, как моя душа была. И я лежал и думал, и ждал, когда меня эта змея укусит. я помню, я помню, что в тот момент, как змея пыталась, она прикасалась ко мне, это двигалась, а я лежал молча. что это змея, что это змея, что это змея делает. и посмотрел, и посмотрел, где он был. Но он был просто в бушах. Она опознал. Все это было приняте. Я взял сомниас, я взял эту вопрос, я взял эту змея. Я взял эту змея. И вот как сомниасия, я не ждал, я знаю, что это смерть может произойти, я был готов. Может быть, в этот раз могу пересечиться. Я могу умереть. Может, змея меня змея могла ужалить, или тигра забрали олев. Но, в любом случае, я мог умереть с ними. Ну, точно так же, и со словами, она успешна. Он может прийти, и вы поступите. Может, он уйдет спокойно, а может, убьется. в этой дороге, не уйдет в Харидваре. Ни уйдет в Харидваре. Ни уйдет в Харидваре. Ни уйдет в Харидваре. И все говорят не ходить туда. Никто туда не ходит. Если кто-то ходит туда, он никогда не прощается. и сказал, не идти туда. Но я сказал, я пойду туда. Раньше, у меня никогда не было даже мысли пойти и уйти в Харидваре. Здесь мысли, я пойду туда и загляну в глаза о смерти. Я пошел в горы. Я оставался там 3 дня, но никто не появлялся. Я пошел по горам. И я ходил по горам. Я была так. И в любом случае, когда есть возможность о смерти, я хочу, чтобы не было. Я знаю, когда смерть будет, когда было опасно. И не боялся. Никто не может появиться. Это же история с Сардаром. У меня уже было. 200 пупилл, с сардаром, с сардаром, с стиксом. И я была спасена. Ничего не произошло. Это не произошло, это не произошло, это не произошло. 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 Но мы не могли бы... это не произошло, это не произошло. Это не произошло. Но все боятся смерти. И смерть из вас. Один день, если вы спросите, что наша вера, что наша destination, я скажу, что я не знаю ничего, но одна вещь, что один день вы умерли. Это я хочу сказать, что каждый вы умрете. Ни один мастер, ни один великий человек не хватает здесь. Все должны потерять свое тело. Все должны потерять свое тело. Все должны потерять свое тело. Понимаете? Один день, я должен умереть. И если вы acceptаете, что я должен уйти, то вы умрете, то вы умрете, то вы уйти. То вы уйти, то вы будете уйти. Когда этот праздник будет настлаждаться жизнью всем. Потому что вы скажете, что я видел все здесь, 50 лет, 80, 70 лет, и сейчас я хочу вернуться. Ну, как когда-нибудь вы скажете, я вижу, что у меня есть жизнь, проживающую работу, поделившую работу, 50-60 лет, а теперь я готов уйти. Тогда, если вы понимаете, то вы уйти в радость нехлаждения. И когда вы уйти, то вы уйти в радость нехлаждения. Как только закончится ваша страх смерти, вы будете наслаждаться смертью, радоваться мне. И это, конечно, здесь необходимо. Когда-нибудь, в каких моментах, в каких моментах, в каких моментах, в том же время, в том, что может быть, я готов, я готов, я готов. Так такое. Я считаю, что вы должны быть готовы к смерти. Смерть может прийти в любой момент. Не обязательно сидеть, лежать и ждать смерти, можно просто лежать и запаснуть. Вам не обязательно стоять и кричать, что я разрушился здесь. Вы можете разрушить стену и убежать отсюда. Дальше, два дня в Дели. В Дели, две-мастерские в Париже. В Дели, на самом же вече, в Дели. И в Дели, в Кырлоне, в Кырлоне. И в недавно, в 4-5 часов, в декабре, в фиар. Всех спали. Они даже не поняли что происходит. Кто-то прыгал с 4-ой этажа. Кто-то прыгал с 4-ой этажа. They never, not thinking, oh, maybe I'd finished leg, or I'd finished hand, or I'd broken the head, because there already is dying, big fire, whole building, whole floor is burning. And they just jumped. Some people died, 8-9 people died. And some injured, some wounds, and some safe. Because that night, early morning 5 o'clock, very difficult to understand what to do. МеждуUST МИДЕЛЬНОЙ ДНЫЙ, ВОДЫ СНЕПОЛЬСЫ, СУДУНЫЙ ФАЙЕРЕ, СУДУНИЙ СЛИПЫЙ, ВОДЫ СНЯЕ СПАЖАРЫ, ВОДЫ СНЯЕ СИГНАЛЫ, ВОДЫ СУДИНИЕ СЛИПЫЛСВАЙСИ, СУДУН Strcirко, ВОДЫ СУМСЫДАЛЬСКИ. Это произошло. Но я не говорю, что вы должны быть расслаблены. В тот момент вы увидите, как вы чувствуете. Если вы оказываете, я медитаю. Как мне? Я смотрю, и я смотрю, и я смотрю, и я смотрю, и я знаю, и я знаю, они могут быть расслаблены, но я accept. Если вы оказываете, я буду видеть, я буду смотреть, и я смотрю, и я не могу. Если я не могу, или что-то не могу, они будут уничтожены, они будут уничтожены, они будут уничтожены, и я просто прыгну, или я просто прыгну, в доме. Может быть, я не пойду в дом, я пойду в дом, я пойду в дом, я пойду в дом, чтобы спасать. Мы их называем. Они хотят приехать, и я говорю, да, да, да. И они также спасли. что бы не могло произойти, когда я мог убежать, зайти в дом, или этих соседей, которые они называли, и тогда бы спасли с ними, или родственники, а они бы спас своих соседей. они бы было их ? Они были хотели? или boot? Ромашки, они были очень счастливы. Это не так, и они были очень счастливы. И они, они были очень сложными. Там было очень хуже. Ясли, было огромное, стало очень любым, что они были в России, у них ничего нет, и они смогли спустись благодаря этому. потому что ничего не имеет. Презин такая, что кто должен умереть, это не тот, кто должен спастись, тот спасется. Это не в наших руках. Важно, что вы чувствуете в этот момент. Он не обязательно открывает, и он я готов. Сможет осуществить и закрыть глаза. Можете спастись, убежать, вырвать куда-то, перепернуть стены. Это не то, что мало спасло. Просто в тот момент не должно было позвать этого. Я видел, как они подожгли его сардаром. Бег fire. И он улетел на дорогу. И они все убежали в его доме. Некоторым удалось спастись, допустим. Они не трогали некоторых женщин, не трогали некоторых детей. Это были сумасшедшие люди. Никто не знает, что может произойти. Человек не прошел, тот ушел. Но в тот момент не происходит. То же самое такое. В каждой ситуации такое принципы не происходит. Но, окей, у вас есть умение. Если вы можете освободить вас, то все хорошо. Но если вы очень центрированы и принимаете, все зависит от того, как вы реагируете на ситуацию. Как я, когда возле меня ползала змея. Находится в спокойствии. Никто не знает, кто как поступает и считает, бежит лишенный слон. Может быть, вы бежите, а может быть, ягодь убегу. Тоже. Я не знаю. Я не могу сказать. Да, вы сделаете так. Только в этот момент вы решаете, что случилось. И произвести, что должно произойти. Здесь нет прямого ответа. Несколько лет назад был такой случай, что один мужчина очень сильно разозлился на вас и хотел даже побить вас. Тогда ничего не случилось. Я чувствовал это. Возвлость, видел его взвлость. Что случилось? Я пытался. Может быть. Может быть, оно может быть. У любого того, что человек поможет. Мне не может помнить. Огенту. Бежитый, бежитый. Бежитый. Если он придёт, он может быть. И тогда он скажет, да нет. Он может помнить. Вы нужно вас сделать ничего. Если вы сильный человек, вы можете встать против него, а можете быть спокойны, находиться в состоянии шанти, успокоить его, себя. Я была там, и одна девушка лежала. И одна девушка, шесть девушек, и я. В 8-8 часов, я лежала. В середине ночи, шесть девушек смотрели, и они смотрели, что девушка спала. Мы выключили и спали вокруг нее. И эта напившаяся банда, они хотели что-то с ней сделать, начали с ней приставать. Я смотрю, наблюдаю, эти парни все разодориваются, все хуже себя ведут. Они не слушали. Они даже смотрели на меня. Мы тебя убили. Если ты скажешь что-то. Тогда они пошли, и они начали угрожать мне, если ты подойдешь к себе убью. Девушка очень испугалась. Они хотели ее усиливать. Пятя шесть девушек. Когда я сильно громко закричал, они с испугались. Я их выгнул. А это произошло в вагоне. Они испугались. Я был один, а их было шесть. Они могли за все, что угодно. Они могли убить меня, пробить меня, выкинуть из вагона. Я ничего не мог бы сделать. И когда я увидела, что там произошло очень серьезные вещи, они не даются моей помощи. И закричали. Они могли бы попасть некий. Они не pitched в погamisкие отношения, inqu escriяя, что убийство Appa� – или что, который не célесаит этого момента, это произошло, и это произошло. Были доход gate, и мы могли оставить. Он не могу съесть, там я пойду. И они могли бы ем geldi, Он может и избелиться. Др草 техникульに… Что потребует... Это угр rockets будет. Главное, что требуется... Это уграниченное. Это уграниченное хренье. Уж MUC в последовек. Если ты чувствуешь на что-нал я не leurs, мне не промолния, Я мог не мешаться в этом. Все зависит от того, чего на самом деле хочет эта женщина, в чём она нуждается в помощи, я ей помогу. Если она не нуждается в помощи, я не буду ей помогать. Никому нет смелости от влаги. Я же сказал, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь. Они могли просто убить и вытянут меня, но я не мог наблюдать с этим, не мог этого видеть. И я сделал. Я все еще на глаза кричал, я вылупил глаза, закричал так, будто что-то случилось, и они испугались при убежании. Что делать вы решаете только в подходящий момент, в нужный момент, как поступать.